Мягче. Раз. Да. Вот. Себе. Себе ты мяч убираешь. Четыре раза в неделю он рядом с этими мальчишками на поле. И в этом вся его жизнь, которая после гола Дзюбы на последнем чемпионате мира разделилась на до и после. До работал в школе Смертина и школе Олимпийского резерва. И уже не слишком-то верил в отечественный футбол. После решил, что в футбольное будущее надо вкладывать и начал с себя. В итоге пришлось продать и машину. И квартиру мы разменяли. У меня была квартира на Павловском тракте. Большие квадраты на меньшие. Причем с женой сразу определились, что квартиру запишем только на детей, чтобы соблазна уже такого не было. Над названием клуба думал недолго, ведь решил воспитывать патриотов отечественного футбола. Конечно, один бы и не справился. Помогли в том числе родители. Кто-то деньгами, кто-то инвентарем. В итоге на базе клуба Новоровского появились новые раздевалки, освещения. За Виталием в патриот потянулись не только родители и дети, но и коллеги. Говорят, честный. А это дорогого стоит. Характер бывает разный. Бывает вспыльчивый, бывает добрый. Но очень сильно любит детей. Очень сильно. Это прям заметно на любых моментах, на играх, на тренировках. Я вижу, у вас глазки загорелись. Это круто, это классно. В этом тоже есть работа футболиста. Чик-челку наделал, все. Мальчишка к Виталию тоже тянутся, ведь он и тренер, и друг. Правда, в работе использует не только пряник. Когда его разозлишь, он вообще начинает злить сильно. Ты что-нибудь, что ли, злой? Да. Серьезно? А нужно быть злым? Да. А почему? Потому что когда на тебя ругаются, ты становишься еще сильнее играть. А чем тебе нравится футбол? Почему именно футбол, а не какой-то другой вид спорта? Потому что я с первой тренировки понял, что тут очень хорошо. Есть с кем подружиться. А это важно, что есть с кем подружиться? Да. В Патриоте сейчас тренируются мальчишки от 4 до 13 лет. Уже делают успехи. Недавно привезли бронзу с международного турнира в Казахстане. В конце марта те, кто сегодня на поле, снова поедут в Алматы. И это лишь самые ближайшие планы. А еще Виталий мечтает, чтобы к лету у них появился собственный манеж. Детей становится все больше, а зимой играть на улице не всегда комфортно. Но и с этим, уверен, справятся. Ведь любое вложение всегда окупится. Это окупается в дружбе ребят, в их жизни. Я знаю, что я вкладываю в нечто большее, чем... Я не жду, знаете, финансового какой-то самоотдачи. И когда наши дети побеждают, когда они обнимаются, когда они радуются, когда они дружат вне футбола, для меня это самые большие победы и самая большая отдача. Татьяна Голубева, Николай Шелко. День с толком.